На канале Россия время главных новостей региона в эфире Вести Ульяновск. С вами Артем Петров. Добрый вечер. И вот чем запомнится этот четверг. В Ульяновске фонтаны не выключали, да и купаться в них некогда, ведь с праздник крылатой пехоты растянулся на весь день. День ПДВ. Обновляют аллею, дворы и центральную площадь о формировании комфортной среды в Сенгилее. Репортаж нашей съемочной группы. Пять наград на мировом первенстве завоевала плавчиха из Димитровграда. Это в 15 лет о триумфе Натальи Николаевой. Расскажем в конце выпуска. 2 августа в некоторых городах отключают фонтаны. День ПДВ, конечно, отмечают сегодня и в Ульяновске. Как всегда, с размахом. Да так, что и бассейн отключать не пришлось. С празднующим и так есть чем заняться. Отправной точкой праздника послужил 1930 год, когда на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировалось целое подразделение из 12 человек. А вот как сегодня отмечает свой день крылатая пехота, расскажет Ксения Грищенко. Берет и тельняшка – известный атрибут любого бойца в ВДВ. Голубой берет – это прежде всего знак отличия перед всеми оставшимися войсками. Это честь, гордость. У входа на главную точку праздника – выставка техники и снаряжения. Есть что узнать взрослым, есть где поиграть детям. Машина БМД-4М для уничтожения баронированной цели. БТР-МДМ для перевозки личного состава. БМД-2А для уничтожения легкой баронированной техники. Водолазное снаряжение предназначено для диверсионных разведывательных работ на разных глубинах. То есть вот амфора до 40 метров, до 60 метров. Также у нас присутствует для саперов комплект разминирования. И вот с главного поля звучат заветные... Несколько тысяч человек собрал сегодня стадион «Старт» в новом городе. Многие из этих людей имеют непосредственное отношение к ВДВ. Другие же пришли просто полюбоваться на настоящих бойцов. Празднование 88-й годовщины со дня создания особого рода войск проходит в Ульяновске на протяжении всего дня и завершится сегодня же праздничным фейерверком. А пока по свежему футбольному газону жесткие ноги в армейских берцах проходят стройным маршем. Добрые сотни десантников демонстрируют идеальную подготовку под флагами по традиции икона Ильи Пророка, считающегося покровителем защитников страны на рубежах. Войны-десантники всегда на передовой. Суровые годы Великой Отечественной войны. Восния, Терцоговина, Чеверный Кавказ, принуждение Грузии к миру, воссоединение Крыма с Россией и каждодневная служба по укреплению обороноспособности страны. И этом заключается заслуга воинов-десантников. Заслуга тех, кто возвращается с горячих точек и тех, кто кладет жизнь за свою страну. На трибунах ветераны ВДВ любуются молодыми бойцами. По нашим сопам, чтобы не было войны, чтобы было чистое небо над головой. Здоровья, чтобы гордились своей стороной, Россией, что у нас есть непобедимые десантные войска. В это время первый заместитель председателя Гордумы, ветеран ВДВ Николай Лазарев, с боевыми товарищами проводят уроки мужества в детских садах. До шкалята читают стихи и дарят рисунки. Мне кажется, и я думаю, что взрослое поколение согласится со мной, что детишек надо воспитывать патриотизм и прививать уже с самых маленьких возрастов. Это с пеленок, с садика. Сегодня вы видели, что у них интерес к военной службе, интерес к военному человеку огромен. Они пытаются проявить свои эмоции путем трогания наград. Сегодня увидели автомат, пытаются они потрогать, сфотографироваться с ним, попробовать его навес. Интерес у детишек, у мальчишек и у девчонок есть. У обелиска Славы завершили велопробег от поселка Радищево воины, десантники и ветераны ВДВ. Вместе с жителями города бойцы возложили цветы к мемориальному комплексу в память о погибших в Афганистане и Северном Кавказе. В Ульяновской области началась активная подготовка к выборам. Напомню, они пройдут в единый день голосования 9 сентября. Областная избирательная комиссия уже зарегистрировала 9 списков кандидатов и сейчас в зоне особого внимания подготовка участков для голосования. Перспективы совместной работы с органами власти обсудили на штабе в региональном правительстве, затронули вопросы о ремонте помещения, а также их техническом оснащении. Всего в день голосования откроют 984 избирательных участка. Подгодовительный этап планируют завершить до 30 августа. Мы, когда с вами приходим в какое-нибудь помещение, мы, прежде всего, смотрим, какое убранство, как эстетически оно оформлено, какие подходы, есть ли освещение, удобно ли двери открываются, первый ли этаж или какой-то другой. То есть избирателям, самое главное, должно быть удобно и комфортно, чтобы избиратель не думал ни о чем, что о чем-то другом, кроме как получить избирательный бюллетень, сделать отметку и опустить его в ящик. Если в день выборов избиратель будет находиться не по месту своей регистрации, то сможет проголосовать на любом удобном для него участке. Во всех многофункциональных центрах Ульяновской области наши жители и также гости могут подать заявление о смене места голосования, которое пройдут выборы 9 сентября. Также можно подать заявление в личном кабинете портала госуслуг. Пока специалисты отмечают невысокую активность, жители в многофункциональных центрах зарегистрировали 12 таких обращений. Но с 29 августа оформить подобное заявление будет возможно еще и в любой участковой избирательной комиссии. В регионе продолжает формировать комфортную городскую среду. 18 марта ульяновцы выбирали не только президента, но и зоны, которые необходимо благоустроить. Ремонтные работы по обновлению победителей народного голосования начались и в Сенгелеевском районе. Сенгелей – аллея имени Героя России Виктора Носова. Именно здесь этим летом началось масштабное преображение. Уже обновили памятник, устроили пешеходные дорожки. Сенгелей давно не видел именно такого покрытия. И это как бы радует. Здесь у нас будет установлен ряд малых ракетичных форм в виде скамеек и урн и будет сделано ограждение. Естественно, будет высажен газон и будет прекрасная зона для отдыха как горожан наших, так и гостей нашего города. Ремонтные работы идут и в Сенгелеевских дворах. Еще недавно на этом месте находилась старая неработающая котельная, а по левую сторону от меня – полуразрушенные сараи. В этом году было принято решение снести эти постройки и уже в 2019-м в Сенгелеевском дворе появится полноценный мини-парк для здорового семейного отдыха. Здесь была общегородская, так сказать, свалка. Когда-то здесь была котельная, которую разобрали и оставили нам здесь руины. Здесь все, кому не лень, были и безобразия было очень много. Сейчас, конечно, мы очень рады, что здесь будет цивилизованная детская площадка, здесь будет зона отдыха. Благоустраивают и центральную площадь районной столицы. Здесь меняют бордюрный камень, укладывают брусчатку и готовятся к обновлению асфальтового покрытия. Подобные работы идут во всем регионе. В этом году присоединились к программе все муниципальные образования, все районные центры и начали первым этапом благоустраивать те территории, которые выбрали парк, выбрали жители. В основном это парки, какие-то центральные парки, скверы, площади. И сейчас большинство районов уже вышли на ремонтные работы. На обновление общественных пространств и дворов Сенгелея в этом году выделено порядка 15 миллионов рублей. Это средства из областного и федерального бюджетов. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести Ульяновск. В Индзе вручили ключи от нового жилья детям-сиротам. Еще 8 человек стали обладателями квартиры в новостройке. Заветные и долгожданные атрибуты новой жизни молодые люди получили из рук главы Индинского района и регионального министра строительства и ЖКК. Программа поддержки детей-сирот в нашем регионе действует с 2013 года. За это время в свои квартиры смогли заселиться уже 708 человек. Я получила квартиру в городе Индзе. Квартира, конечно, желаема, потому что мы очень долго ее ждем. Я стою в списке уже 4 года и это, конечно, большая радость, что мы ее получили. Поэтому эмоции просто через край. Квартира красивая, пригодная для жилья. И, в общем, она мне понравилась. Чтобы обеспечить жильем всех детей-сирот в Ульяновской области необходимо еще порядка полутора миллиардов рублей. В 2018 году на эту программу выделено почти 163 миллиона. На эти средства квартирами обеспечат еще 180 человек. По информации регионального министра, до конца года новые квартиры получат дети-сироты в Димитровграде, Сенгелеи, Индии, Новоульяновске, Маньском, Павловском, Радищевском, Сурском и Чердоклинском районах. Заблудившегося в лесу 79-летнего мужчину вывели из леса сотрудники МЧС. Несколько дней назад он оставил машину возле домов дачного поселка Созидатель в Заволжье и пошел прогуляться в лес. После того, как понял, что заблудился, пенсионер еще час пытался выбраться из чащи самостоятельно, а потом позвонил в МЧС. Ему повезло, связь была. Мы попытались его найти, потом приняли решение, что сориентировать его по сигналам сирены. То есть водитель у нас остался в машине, трое спасателей находились в лесу, то есть продолжали поиски, держали постоянно с ним связь и ориентировали по звуку сирены. Где-то через час мужчина вышел к спасателям, медицинская помощь ему не понадобилась. Выводить потерявшихся людей на звуки сирены практика у спасателей частая. Сигнал машины человек может и не услышать, а вот сирену с большей вероятностью. Что необходимо делать в таких случаях, рассказали сотрудники МЧС. Например, прежде чем вы отправитесь в лес, предупредите близких о своих планах, чтобы в случае чего было кому бить тревогу. Хорошо, если вы возьмете с собой заряженный телефон, нож, компас и свисток. Распространенная такая мода среди грибников, то есть одевать камуфлированную одежду, вот это конечно нежелательно делать. Лучше одеть что-то светлое, чтобы в случае, если вы заблудились, то есть таким образом вас будет проще найти. В лесу, как говорится, может произойти всякое, может и сознание потерять. Самое главное в такой ситуации, говорят спасатели, ориентироваться по звуку нужно прислушиваться. Рядом может оказаться трасса или железная дорога. Они-то и выведут к людям. Ульяновский биатлонист Юрий Шопин одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров в ходе чемпионата России по летнему биатлону. Проходит он в городе Чайковский Пермского края. Юрий допустил два промаха на двух огневых рубежах, показал время на дистанции 23 минуты 39,8 секунды. Еще одна спортсменка из Ульяновска, Ольга Дмитриева, выиграла женский спринт. Она допустила два промаха и после второго огневого рубежа отставала от лидера из Новосибирской области почти на 15 секунд. Однако финишный отрезок наша биатлонистка прошла сильнее и выиграла гонку. Чемпионка мира без ограничений. 15-летняя пловчиха из Димитровграда завоевала сразу пять медалей на соревнованиях среди спортсменов с синдромом Дауна. Наталья Николаева и еще двое ребят представили страну на чемпионате мира в Канаде. Наша землячка прошла дистанции в 25,50 метров в разных стилях. Батерфляй, брасы, вольный стиль на спине. Без волнения на дорожке не обошлось. Юную спортсменку смутила английская речь. Но с трибун поддерживала вся семья. На русском. Самое сложное, ну, этот, дельфин. Самое сложное. Плыть дельфином? Плыть дельфином уже сложно. Среди взрослых. Она плавала не только среди юниоров, а от 50, дистанция на 50 метров она была среди взрослых и среди юниоров. Ой, первая медаль. Ну, конечно, мы даже прыгали от счастья. В душе творилось неизвестно что. Даже словами не выразишь. Такая радость. Радовала семья Николаевых неоднократно в копилке юной спортсменки золота мирового чемпионата. Два серебра и столько же бронзовых медалей. В соперниках 200 пловцов из различных стран. Уже на родной земле чемпионку мира чествовали региональные власти. Мы не можем не оставить без внимания инфраструктуру города, спортивную инфраструктуру города. И, соответственно, поддержку спортсменов такого уровня. Именно поэтому уже сейчас вкладывается очень серьезные средства развития инфраструктуры. И восстанавливается стадион «Строитель». Мы строим новые физкультурно-здоровительные комплексы, причем и с механизмом государственного частного партнерства. На сегодня у нас все новости завершит выпуск информации о погоде. А я благодарю вас за внимание. До встречи на канале «Россия». В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 13, плюс 15. Завтра днем по области 27, 32 градуса тепла. В Ульяновске плюс 30, плюс 32.